И я хотела бы, Ольга Борисовна, спросить вас об этих мерах, потому что, конечно, мы сегодня не можем говорить о будущем, пока мы не скажем о том, как нам удалось это все спасти. Вы знаете, действительно, спасибо огромное. Коллеги, очень приятно сегодня со всеми увидеться в таком дорогом для нас оффлайн формате и с надеждой на то, что достаточное количество людей имеет возможность сегодня с нами работать и видеть эти важные обсуждения, которые ежегодно, спасибо Ранхиксу, происходят на площадке Гайдаровского форума. Значит, очень важно сказать, что действительно, благодаря поддержке правительства, мы получили возможность поддержать те самые отрасли наши, которые можно называть креативными индустриями. Так или иначе, все они относятся к Министерству культуры. То, что Юлиана перечисляла, это только... Да вообще, креативная индустрия, это то, что только начинаем мы как бы анализировать и создавать, в общем, концепцию того, что такое креативная индустрия в России. Мы несколько раз сами сталкивались с тем, что просто садились и пытались на берегу вместе с профессиональным сообществом договориться, что такое креативная индустрия. Новый международный термин, который для кого-то звучит отталкивающе, потому что сочетание иностранных слов, почему вы не можете назвать это по-русски, почему опять какой-то термин, понятно, потому что термин международный. И так же, как ряд терминов, которые всегда критикуются, как питчинги и так далее, это международное совершенно понятие, которое существует во многих странах. И очень важно, чтобы именно так оно и называлось. И так же и поддерживалось, и так же и работали, и такие же международные связи устанавливались у деятелей искусства, молодых, начинающих только креаторов, скажем так, которые начинают свой путь. Все, что касается пандемии, а мы говорим о том, что мы все-таки начали наше общение в начале 2021 года, у нас теперь есть у всех невероятный совершенно опыт, и в том числе опыт российский. Да, действительно, мы говорим о том, что все выпадающие доходы российских музеев, российских театров, вы понимаете, что это так или иначе связано с креативными индустриями, российских творческих коллективов, оркестров, хоров, далее, если мы перейдем к анимации, кино, действительно были поддержаны. Когда речь идет об учреждениях, это очень просто понять. Можно сравнить с 2019 годом, нужно посчитать налоги, безопасность, зарплаты и помочь людям правильно распределить государственные задания нашим замечательным учреждениям культуры. И тем самым высчитать выпадающие доходы, и благодаря решениям правительства все это было компенсировано, что сильно, конечно же, поддержало наших деятелей искусства. Все, что касается кино, сложнее. Это продюсерские команды, это частные кинокомпании, это частный бизнес. Конечно, основной задачей в первую очередь было для нас провести все конкурсы поддержки. Мы прекрасно с вами знаем, если мы говорим о креативных индустриях, как важно, чтобы у нас, несмотря на пандемию, продолжали сниматься новые проекты, новые дебюты были поддержаны, новые молодые режиссеры продолжали работать. Их поддерживали бы уже продюсеры, чтобы это был постоянный цикл производства для анимации. Это вообще доменная печь. Останавливать анимацию и графическую работу нельзя, потому что ее возродить будет намного сложнее, скажем. Но и игровое кино, и неигровое кино. Это первое из простого, что нужно отметить, что действительно эти средства были сохранены, они не были секвестированы, они не были перераспределены. Поверьте, эти опасения и у вас, и у нас тоже были в начале года. Счастье, что один за другим происходили конкурсы, выходили и новые имена, и привычные, и долгожданные для нас проекты получали государственную поддержку. И сейчас то, что летом невероятный совершенно подвиг наших команд, кинематографистов, которые один за одним бросались снимать, учитывая новые меры предосторожности, выбирая регионы, где эпидемиологическая обстановка позволяет, работая с разными цехами, как по-разному выстроить работу с художниками, гримерами, исходя из того, чтобы пандемия не застигла врасплох в середине съемочного процесса, и чтобы команда не потерпела невозвратных финансовых потерь в этой ситуации. Все это действительно решалось фактически с колес, и тут надо сказать, что вот эта такая безумно вдохновляющая меня лично командная работа, кончились и распри, это еще раз повторю, это как засуха в джунглях, как наш любимый родной мультик Маугли, никто никого больше не ест, нету тигров и зайцев, все понимают прекрасно, что сейчас мы все вместе не возьмемся, особенно это было понятно по кинопоказу в этом году, когда сети, которые всегда критиковали, и российских продюсеров, и обиженные были на Министерство культуры, наши киносети вместе с продюсерами, вместе с дистрибьюторами, просто на пальцах этот новогодний наш такой долгожданный, и так важно было сохранить эту традицию, чтобы российский зритель приходил в кино и мог выбрать, чтобы был репертуар, чтобы каждый, кто пришел, будь то свидание, или когда семья первый раз привела маленького ребенка, или семейная традиция приходить втроем в четырем кинотеатрах, и у тебя есть время, и у тебя есть релиз сутево, жанрово, который тебе интересен. Вот это, мне кажется, основная такая слаженная наша работа, и тут спасибо, мы говорим друг другу, понимаете, это как бы мы не имеем возможности пока еще обняться, потому что нам запрещено это, исходя из эпидемиологической обстановки, но, конечно, внутренне мы бесконечно, конечно, посылаем друг другу воздушные поцелуи, благодарим друг друга за невероятное, понимаете, это и есть гражданская позиция, когда продюсеры, не вылезая, проводят время и в правительстве Российской Федерации, прорабатывая меры, и у нас в департаменте, и ВКСы бесконечные, это и есть та самая как бы общественная работа ради общего результата. Вот это, мне кажется, главное, что показало, и в этой ситуации, пережив такой кризис, мы не имеем права, помню вот это состояние, возвращаться в какое-то такое, знаете, бесконечное такое очень личное и интровертное отношение к общему делу, достигнув таких серьезных результатов в такой сложный год. Согласна, Ольга Борисовна, вы скромно все-таки не упомянули о поддержке, которую получили кинопродюсеры и кинопрокатчики в конце года, что на самом деле реально не дало индустрии умереть, потому что больше 4,2 миллиарда рублей, которые были выдавлены при безусловной, невероятно активной работе Министерства культуры, этого бы не произошло, правительство Российской Федерации для прокатчиков и производителей дало за дел на то, что в 2021, 2022, 2023 году в России будет кино, потому что если бы этого не произошло, у нас, конечно, были большие сомнения на этот счет. Я тут добавлю, потому что понятно, что так или иначе мы все время будем в хорошем смысле этого слова скатываться к теме кинематографа и анимации, но я вам хочу сказать, что мне кажется, очень важно, если мы говорим о креативных индустриях, а вы перечислили огромное количество направлений, сказать о том, что, конечно, очень важно, что и в этих направлениях и в Министерстве культуры мы будем прорабатывать большее количество творческих конкурсов, которые существуют для некоммерческих организаций, для небольших команд, для таких, скажем так, стартапов, которые только начинают свое существование, и их творческие проекты, как бы, они еще очень небольшие, потому что действительно мы с гордостью говорим о том, что в кино наша индустрия развивается активно, и крупнее и крупнее все становится, и релизы, и проекты, и сметная документация там по этим проектам. А если говорить действительно о командах, которые начинают заниматься в России дизайном, о которых начинают заниматься в России совершенно и принципиально иным подходом к народному творчеству и промыслу, которое фактически было утрачено, лишь в некоторых местах сохранились либо традиции, уникальные мастера, либо чудом сохранившееся производство, которое мы утеряли, понятно, прекрасно, что, конечно, речь должна идти о том, чтобы максимально поддержать в регионах создание таких кластеров, где возникают эти кластеры. Об этом как раз хотел вас спросить, Ольга Борисовна, потому что Министерство культуры открывает культурные центры в регионах. Это сегодня культурные центры для подростков, для молодежи, фактически это ранняя профориентация. На сегодня, насколько мы знаем, это Калининград и Кемерово, в 21-м году откроется Владивосток. На мой взгляд, это важнейшая составляющая ранней подготовки творческих кадров, и она очень перекликается с тем, о чем сегодня мы дальше будем говорить, в том числе о креативных кластерах, о которых будет говорить Софья Троценко. И это как раз совсем не кино, это другое направление, которое очень важно. Министерство культуры здесь делает очень много. Можете два слова рассказать? Я хочу добавить, потому что, помимо того, что, конечно же, мы очень много говорим, и уже настала пора, и я очень рада, что подчас, например, с губернатом Дмитрием Азаровым, вот мы встречались 30 минут назад, и первое, о чем он говорит, у нас огромное количество нас открывается, тоже благодаря национальному проекту культуры, там по 10-12 домов культуры в год, наконец-то. Но самое главное, что в них будет, потому что если мы там оставим чешки, бубен и пластилин, да, ну и в чем смысл? Да, действительно, там будут чистые туалеты, да, там будут белые стены, там можно еще на стене нарисовать, как в детской поликлинике, в моем детстве, как от Леопольда, и как бы, и все, и 21 век. И здесь вопрос прекрасный, когда это не мы навязываем повестку, хотя мы будем, конечно, причинять добро, это наше привычное состояние, но это не отменяет того, что когда действительно уже регионы начинают делиться друг с другом опытом, а что можно сделать? Да, прекрасно, да, нужна ритмика, да, нужна лепка, да, нужна какая-то там замечательная первые детские кружки, но дальше встает вопрос того, что да, там нам нужен кинозал, как ни крути, конечно, точно. Да, нам нужна там сцена, но, конечно, нам очень нужны и молодые специалисты, которые соберут подростков, которые вместе будут заниматься, с одной стороны, и какими-то традиционными для этого места, скажем, народными промыслами, но уже по-новому их осмысляешь, что это не выглядит, как какая-то такая обязательный кружок дополнительный, а именно такая часть творческой составляющей людей именно из этого региона, что вызывает такое ощущение гордости, местом, где ты родился, и ощущением такой командного, общего, классного дела. Вот это очень важно, как бы этот, конечно, диалог с регионами, это только бесконечно образновательные такие программы, и в этом смысле нам очень в помощь этот наш онлайн-опыт, который сначала вызывал безумное раздражение, ощущение бесконечного утомления от этих первых самоизоляционных периодов, когда мы все совещались и уставали от каждых первых получаса разговора, не привыкшие общаться в таком формате. Сейчас мы понимаем, что не тратя огромные совершенно деньги на проведение мероприятий, мы можем на постоянной основе проводить дополнительное образование для регионов, для этого человека стоит всего лишь включить в определенное время компьютер или посмотреть записанный какой-то мастер-класс и тем самым обогатиться какими-то новыми знаниями в своей новой профессии. Совершенно верно. Ольга Борисовна, еще одна тема, которую я хотела затронуть, это Министерство активно развивает, и я бы сказала, даже ведет постоянную борьбу за сохранение, поддержание развития детских школ искусств. И это действительно ваша, в том числе, личная победа, что это будет дальше развиваться. И это направление уникальное, оно сохранилось только в нашей стране. развитие такого количества детских творческих направлений на базе одной школы и возможности родителям уже на раннем этапе выявить таланты, выявить способных детей, это на самом деле очень важно для как раз того самого формирования этих креативных индустрий, о которых вы сказали, что мы в самом начале пути. Мы действительно в начале пути, потому что нам нужно готовить туда кадры, нам нужно выбирать талантливых детей уже на оральных стадиях. И какие у вас планы у Министерства в области школ искусств? Ну, у нас есть колоссальные совершенно традиции, которые, во-первых, не нужно золотой стандарт качества никак менять, нужно его поддерживать, нужно реставрировать, нужно добавлять новые современные музыкальные инструменты, потому что мы понимаем, что начиная от имущественно-хозяйственного комплекса, который зачастую в удовлетворительном состоянии, и заканчивая музыкальными инструментами, и учебно-методическими пособиями, конечно, это должно своевременно и в большом-большом объеме поставляться в регионы. Есть еще важный момент, я его хотелось бы упомянуть, потому что такая радостная новость, вы знаете, что существует огромная проблема, это зарплата людей, которые жизнь свою посвящают преподаванию музыки. Это очень адресный, очень подход индивидуальный, и мы знаем, что педагог по музыке всю жизнь свою отдает своему делу, и по час, к сожалению, зарплата и в регионах в большинстве меньше средней. Это действительно так, эта проблема существует, мы с ней работаем, радуемся, когда удается в каждом регионе это контролировать, эту задачу решать вместе с руководством региона, но, тем не менее, с этого года решением президента появятся новые гранты. И это, конечно, тоже большая радость, потому что лучшие 100 педагогов детских школ искусств по 500 тысяч рублей получат уже в этом году, и 50 лучших педагогов ежегодно, разумеется, детских училищ и вузов получат по миллиону рублей, ну, по, скажем, аналогии с «Учитель года», скажем, это важно, что в детских школах искусств тоже появились такие гранты, и, конечно, это одно из таких для нас важнейших направлений, и в том числе, конечно, мы прекрасно понимаем, что для креативных индустрий вот там, собственно, наши главные кадры и появляются. Вот Eso. Вот он. Вот он.